здравствуйте уважаемые друзья сегодня я отвечу на ваши вопросы вроде бы как говорится и вопрос то простой но требует определенного подхода вопрос состоит в том как сделать опушку на тройник кажется что здесь проще простого но по вы по-прежнему задаете такие вопросы что нам понадобится нам понадобится сам тройник это меня сосед попросил сделать ему на блесну на воблера и на прочее куда он там надумал вставить свои эти тройнички с опушкой грех отказать другу поэтому давайте мы начнем крючок тройник 16 номер чего необходимо начинать можно конечно взять и вот такое перышко неподходящая как говорится как вы видите по бородкам очень сильно будет торчать но в то же время на вертушку может быть и пройдет можно подобрать конкретное уже перо которое подходит под этот номер 16 но честно вам скажу вот у нас продаются вот такие наборы перьев здесь уже указано для сих сухих для сухих мушек и номер 14 вот такой расцветки сами по себе удовольствие это дорогое поэтому я бы не стал на такое тратить чересчур уж качественное перо петуха которому как минимум уже 7 лет для начала я возьму немножечко капну суп клей нанесу клей как обычно вот такой это не реклама ну какой у вас будет главное чтобы был водостойкий и не был жестким так как у нас само перо я подобрал буду делать вот из оранжевого значит я делаю под ложечку оранжевой ниткой прямо от колечка и стараюсь как можно ближе вот сделать намотку теперь важный момент обычно я делал фильм где изготавливал бобинодержатель вот специально для таких целей вот керамическая вставка которая имеется но здесь не керамическая вставка я все сюда уже поменял на бусинки стеклянные качественные при соприкосновении хоть керамической вот такого она выламывается чтобы этого не было мы должны двигать вот как можно ближе в натяжку к нашему цевью доходим я обычно всегда дохожу даже дальше чем за загиб есть гораздо проще способы самого пера накрутили завинтили ну я не любитель таких моментов как изготавливать за три секунды опушку ну она столько же и служит или допустим китайский вариант который мы видим на наших разных вертушках вот здесь перо несколько шире поэтому я его не буду удалять уберу только лишь вот пуховую часть легким вот таким движением буквально отщипнули не откусываю и важный момент если мы хотим чтобы у нас перо опушка шла назад перышками нашими мы должны выгнутой стороной укладывать перо вверх как вы видите вот изгиб заметен и каждый в руках кто держал знает что есть выгнутая и вогнутая сторона если мы захотим чтобы у нас ёршик был вперед больше сопротивлялся значит нужно закрепить наоборот я буду чтобы было больше скольжение больше мы ни ко чего не добавляем так как я немножечко буду по-хитрому здесь проводить намотку армировать я не буду стараемся опять же с небольшим шагом вернуться к нашему теперь колечку учитывая то что головка у меня должна быть из черная здесь я уже могу поменять нашу нить можно подкрасить ну я поменяю так как это очень тонко и не всегда стоит более дорогую нить использовать в работе возьмем ту которую я распускаю толщина ее где-то тоже очень тонкая вполне достаточно где-то порядка порядка двенадцати ноль вот немножко обозначили здесь где должна быть черная головка теперь я аккуратно буквально вот в трех плоскостях нанесу клей в одной во второй и в третьей плоскости без фанатизма иначе мы испортим нашу опушку очень важный момент больше руками крючку мы не прикасаемся там где мы наматываем перо не не выравниваю не подравниваю начинаю аккуратно обходить вот наши все острые края тройничка стараясь виток к витку уложить наше перо очень пышная должна быть все вышли мы со стороны зоны действия жала тройников и теперь мы можем спокойненько виток к витку произвести намотку двигаясь уже к нашему колечку дошли подняли вверх отпускаем 2-3 оборота убираем вверх и теперь чтобы не нарушить само перо заодно вы у меня спрашивали есть вот такие продают всевозможные приспособления для формирования головки когда есть перо можно она ставится вот так здесь есть прорезь для нитки подбирается крючок по диаметру и как вы видите вот уже у нас здесь не выступает наше перо и мы можем спокойно уже зная что мы никуда не наедем не заедем можем здесь уже сформировать нашу головку вплоть до того что сделать завершающий узел но обычно я крайне редко этим пользуюсь или картонка в крайнем случае если ну очень у меня бывают мелкие мушки я пользуюсь картонкой пару-тройку оборотов сделаем неудобно с этой железкой на узловязом и вот теперь я аккуратненько удаляю нить снимаем наше приспособление и теперь смотрите мы не касались нашего с вами крючка аккуратно ножницами вот так срезаю не отламу не отрываю здесь опушка несколько больше буквально получается здесь на 12 номер поэтому для каких целей вы будете она допустим годится для вертушки вот такой годится для вертушки так как он будет давать сопротивление и наша вертушка будет идти несколько гораздо стабильнее для других крючков которые я ему еще буду делать я буду использовать вот другое перо как вы видите она насколько меньше это уже будет на ваблера принципе то вам все здесь понятно проблем но никаких нет возникает и я не лаком а этим же клеем нанесу буквально немножечко и все этот крючочек мы можем аккуратненько вот сняли убрали но раз позволяет съемочное время давайте мы изготовим уже другой который будет идти уже на ваблера крючок все тот же 16 номер все также нанесем немножечко нашего клея я как всегда для того чтобы не было главное у меня не скользила теперь мне понадобится белая нитка белая ниточка у меня тоже очень тонкая достаточно крепкая и сама по она флюоресирующая поэтому стараемся закрыть сделать подложку чтобы наш крючок не просматривался удалим остатки нитки и также как я говорю подтягиваем прямо упираемся в жалку телу это в цевьё крючка и начинаем производить намотку аж до самого загиба сколько вот полу так мы сохраним в целости и сохранности наши шарики но и опять же не затупим крючок и не порвем ничего вот все сделали небольшую подложку теперь я беру опять же выгнутой стороной мне необходимо чтобы у меня перо было я захватываю несколько его больше чтобы крепче держалась и возвращая нить теперь уже колечку нет ники менять не буду а сделаю вот такую небольшую операцию есть черный маркер перманентный я буквально мне здесь 15 сантиметров нужно нитки для формирования головки я ее подкрашу опять берем наш гелевый клей аккуратненько нанесем без фанатизма на цевьё и начинаем следим за тем чтобы мы не порвали не подрезали наше перо когда будем проходить возле жала буквально вот так я без перо держателя потому что пока еще длина позволяет не доходим опять пару миллиметров до колечка поднимаем перышко вверх в натяжку подхватываем оставляем его сверху также проматываем и обычно вот я покажу поделюсь с вами вот таким секретом я беру двумя пальцами и через ноготь стараюсь пройти удерживая в этом месте чтобы нет не подхватила бородки все меня это вполне устраивает если бы не наш клей мы могли бы вот так спокойненько взять и приподнять его выше вы бородки не подхватили головку мы уже сформировали вполне достаточно отлично и делаем завершающий узел такой ёршик будет держать уже давать немножко меньшее сопротивление так как его величина значительно меньше отрезали и не забываем нанести лак или клей как вам будет удобно я почему наношу клей потому что здесь само по себе красота головки не нужно здесь нужна крепость и времени у нас не надо долго ждать пока первый слой впитается лака второй потом нанести третий клей достаточно хорошо и качественно держит к тому же он когда подсыхает становится абсолютно прозрачным ну вот вы видите здесь уже величина другая и я буду изготавливать следующее перо следующий тройник нужен другим цветом вот и все друзья просто вроде бы понятно пишите еще я отвечу на все ваши вопросы благодарю вас за внимание до скорых встреч